Первым делом губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил предприятие Учхоз Тулинская, которое в последние годы буквально заново начало свою деятельность. На его базе инвестор при поддержке правительства региона и профильного министерства планирует создать инновационный учебно-производственный центр по подготовке специалистов в сфере молочного животноводства. Проект позволит увеличить поголовье коров с 800 до 1200 и валовый надой до 45 тысяч литров в сутки. Появится и более ста рабочих мест. Если принимается путь, что на образование, на обучение, мы будем дальше так двигаться. Хочется компании реализовать себя в этом проекте, чтобы он был значим не только для области, для региона, а в целом по России. Лучше, чтобы выйти на межрегиональный уровень. Достойные амбиции. Поддержим. День поля, конечно же, отмечали в поле, но не в чистом, а, как и положено, засеянным различными культурами. Вот среди всего этого изобилия и расположилась межрегиональная выставка технологий и сельхозтехники. Было здесь много и новосибирских производителей. К примеру, системы точного земледелия позволяют автоматизировать движение тракторов по полям, что способствует значительной экономии. Мы делаем все то же самое, что на сельхозтехнике, что делают импортные системы точного земледелия. Ну и с уходом конкурентов с рынка сейчас у нас резко возошла потребность в нашем оборудовании и потребность в развитии производства. Глава региона, выступая перед аграриями, производителями техники и представителями науки, отметил, что за все эти годы сельское хозяйство области развивалось, несмотря на сложные погодные и экономические условия и санкции недружественных стран. А потому агропромышленный комплекс Новосибирской области сегодня твердо стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. А площадь обрабатываемых полей растет год от года. Хочется пожелать, чтобы это поле всех нас достойно кормило. Ну а сегодня задача перед нашей страной накормить, по сути дела, полмира. Но накормить не просто накормить, а в рамках того тренда, который мы в свое время в Новосибирской области взяли, накормить эффективно, с максимальной финансовой отдачей. И, кстати, День поля этому должен способствовать. Ведь это не только праздник, а больше мероприятия, на котором встречаются производственники и аграрии, договариваются о сотрудничестве, находят партнеров и новые полезные для себя технологии, технику и оборудование.